Таинство, еле освящение или соборование Христос, Спаситель, врач душ наших, не оставил без своего благодатного попечения и одержимых тяжкими телесными болезнями. Святые апостолы его научили своих преемников епископов и пресвитеров совершать моления над болящими христианами, помазывая их освященным деревянным маслом, соединенным с красным виноградным вином. Это образ действия милосердного саморянина в известной евангельской притче по отношению к истерзанному разбойниками путнику, то есть израненному грехами христианину, а также напоминание о крови, пролитой Спасителем на кресте. Еле и вино помещаются посреди блюда с пшеницей, в небольшом сосуде, вокруг сосуда ставятся в пшеницу зажженные восковые свечи, все присутствующие стоят с зажженными свечами. Священное действие в этом случае совершаемое называется еле освящением, оно же называется соборованием, потому что для совершения его обыкновенно собирается, составляя собор, семь священников, чтобы усилить молитву о даровании здоровья болящим, хотя по необходимости совершать таинство может и один священник. При этом бывают семь чтений из апостольских посланий и Святого Евангелия, и по милосердию Господа Бога и силе Его даруются здравие и прощение вольных и невольных согрешений. Молитвы, читаемые при семикратном еле опомазании, вселяют в человека крепость духа, мужество против смерти и твердую надежду вечного спасения. Зерна пшеницы или риса есть символ того, что в человеческой душе, как будто уже умерший и иссохший, могут произрасти с помощью Божьей зерна благочестия, а тело человека процветет здоровьем. По прочтении каждого Евангелия священник крестообразно помазывает у больного лоб, щеки, грудь и руки, произнося в то же время молитву Господу, чтобы он, как врач душ и телес наших, исцелил раба своего от телесной и душевной немощи. После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и возлагает его, как исцеляющую руку самого Спасителя, на голову больного, моля Господа о прощении всех его грехов. Это таинство может повторяться многократно, но у многих современных христиан существует мнение, что елеосвящение есть напутствие в будущую загробную жизнь, и что по совершении этого таинства нельзя даже вступать в брак, а потому и опасаются пользоваться этим святым многополезным таинством. Это крайне ошибочное мнение. Предки наши знали силу соборования, а потому прибегали к нему часто, при каждом тяжелом заболевании. Вот, например, совет, взятый нами из писем старца отца Иоанна Крестьянкина. Хорошо бы к обычному лечению добавить и духовное врачевство. Таинство соборования. Многие, очень многие, испытали на себе его чудодейственную силу. Масло соборное непременно пей по чайной ложке утром вместе с просфорой и святой водой. Умудряйся после соборования, и врачи умудрятся на помощь тебе. Если же после елеосвящения не все больные выздоравливают, то это бывает или по недостатку веры болящего, или по промыслу Божию, благому и совершенному, так как при жизни Спасителя не все поголовно больные исцелились, не все мертвые воскресли. Существует обычай совершать это таинство раз в год, в дни Великого Поста, над всеми взрослыми христианами, поскольку по учению Православной Церкви в таинстве соборования даруется прощение тех грехов, в которых человек не раскаялся на исповеди священнику по забвению, а также потому, что ныне все мы больны, если и не телесно, то душевно. Таково свойство нашего развращающего и губительного времени. И только вера и Церковь врачуют душу и спасают ее от смерти. Субтитры создавал DimaTorzok